Я за свой 31 год уже успел пожить в Хрущевке, в Брежневке и в Путинке. И я, честно говоря, не понимаю... В Путинке? Что? У вас при Путине жилье какое-то строят. Удивительно. Не, ну да, по-моему, что-то узбеки там возводят. Низкокачественное. Чем отличаются в лучшую сторону современные новостройки от старых советских... Ох уж, это жизнь профессиональных революционеров, видите. Приходится постоянно переезжать. Домов. Вот, к примеру, вот этот дом, в котором мы сейчас снимаем, это панельный девятиэтажный дом 2009 года сдачи. И он... Да, в принципе, что я вам рассказываю? Давайте я вам просто покажу. Вот оно, мое место съемки. Ну, пойдемте, что экскурсию вам сделаю по своему небогатому дому. Так, блядь, старая ванная какая-то. Вот, и первое место, куда мы пойдем, это ванная. Вот. Бля... Бля... Совмещенный санузел. Сука... А как он садится на унитаз? Ведь там, блядь, машинка мешает же. То есть... Пиздец. То есть он хочет сказать, что у вас в 2009 году строили дома с совмещенным санузлом? Что, типа, ванная и туалет, они в одном... Блядь. Какой пиздец. Давайте сначала посмотрим. Вот оно, мое место съемки. Пиздец. Так, а как он там сидит? Он два таких прожектора себе на лицо направил. Ну, пойдемте, что экскурсию вам сделаю по своему небогатому дому. Вот. Ну, это действительно очень небогатый дом. Первое место, куда мы пойдем, это ванная. Бля, я, похоже, начинаю понимать, почему он коммунист. Вот. Блядь, если бы я жил в таких условиях, я бы, наверное, сам стал коммунистом. Здесь совмещенный санузел, но это, в принципе, для однокомнатной квартиры нормально. Это не какая-то там беда Путин. Это тот самый унитаз, из которого торчала голова вата админа. В принципе, это вполне себе справедливая мера. Вопрос к вот этому, к вот этим вот водосточным пластиковым трубам, потому что слышимость вообще дикая. Да не, ну трубы-то ладно, хуй с ним. Не позанимаешься сексом со своим парнем в ванной. Типа, окей, слышимость. Но почему совмещенный санузел? Какого хуя? Почему в 21 веке, блядь, совмещенный санузел? Как, как, блядь, что? Что происходит? Кто-то захочет сходить в туалет, скажем, там, ну, на седьмом этаже, а вы живете там на втором или третьем, то звон вообще на всю квартиру от воды, которая сливается. По крайней мере, вот в Брежневке, в которой я жил 70-80-х годов, такого не было. А здесь вообще жуть. Как мы только с женой сюда переехали, все, берут. А, у него жена, не молодой человек, окей. Но он недостаточно последовательный коммунист. Слушай, наши лучшие друзья. Также толщина стен. Стены в путинском панельном доме девятиэтажном гораздо тоньше, чем в Брежневке. И слышимость гораздо лучше. Слышно от соседей. Сверху, снизу, если кто-то сверлит... Чтобы можно было доносы писать, подслушивать соседей. Там, не знаю, на шестом этаже, то ты хорошо будешь это слышать на первом. То есть это тоже. Слышимость гораздо хуже. Но, чтобы быть объективным, давайте я о плюсах схожу. Плюсы действительно в современном жилье тоже есть. Так. Приветики. Дочь с конструктором играет, пока я тут записываюсь. Подождите, так у него однушка, что ли? Это кухня получается? Блядь. Короче, я беру все свои претензии к домовенку просто назад. Потому что, блядь, это какой-то пиздец. Я серьезно. Я бы сам, наверное, коммунистом стал, если бы я жил в таких условиях. У них, блядь, стол с компьютером стоит на кухне, потому что ему просто негде больше стоять. Потому что у них, типа, однокомнатная, она еще к тому же. Вот. О плюсах. Кухня, да? Кухня, видно, что не советская. Но она реально большая. То есть здесь где-то 3 на 3. То есть он называет это большой кухней. Окей, хорошо. Хорошо. И да, где-то 9 квадратов, наверное. Ну, то есть она большая. Вот у меня вот здесь вот у жены сейчас рабочий кабинет, да? То есть у нас за этим компьютером. На кухне у жены рабочий кабинет. Ну, как бы кухня там, типа, кушают некоторые люди. Работает. Вот моя пирамида. Пирамида. Ух ты, какая красота. Молодец. Масоны, масоны, видите, учат детей пирамиды делать. Молодец. Спасибо, что тихонько играешь, и мне там записываться не мешаешь. Вот я тут и матрас у меня тут. То есть я ее использую как вторую спальню. Эту отодвигаю, все ложу. Бля, они кухню используют как вторую спальню. Все, классно. Да, в советской квартире я бы так и не сделал. Но, опять же, если бы у меня было бы 2-3 комнаты... Подождите, они же живут. У него же жена и ребенок. И они в однушке, типа, все живут, что ли, получается? Господи, божечки-то мои. Не, все, я, короче, перестаю засирать домовенка Добби, потому что, ну, это как минимум несправедливо и жестоко. Серьезно, все. Я прошу мне ролики домовенка либо не заказывать больше, либо я буду только хорошее про него говорить. Потому что мне реально жалко эту семью несчастную. Я, похоже, понимаю причину его идеологических перверсий и то, почему он коммунист. Потому что это реально пиздец. Люди, блядь, спят на кухне и, как бы, они живут в однушке втроем. Комнаты я бы не особо переживал, что у меня там 6 метров всего лишь кухня маленькая. А здесь это, как бы, ну, такая вынужденная необходимость. Вот, плюсы, плюсы. Ну, количество розеток здесь в кухне 1-2-3. Их в кухне 3. В советском старом жилье, конечно, с розетками потуже. Там 1-2 розетки, это, конечно, напрягает. Ну, и стеклопакеты. Даже в таких вот домах, где эконом-ремонт, самые дешевые стеклопакеты, это все равно лучше, чем деревянные окна. Да, это, конечно, минус старого советского жилья. Ну, это как бы уже... Да, там не было пластиковых окон. Даже такое понятие отсутствовало. Практически во всех домах уже поменяли на пластик. Кстати, о новом жилье. Вот там у меня из окна видно высоточка новая стоит. Давайте я вам о ней кое-что расскажу, но нам надо выйти на улицу для этого. Пойдемте. Это новостройка напротив моего дома. А это дом, который уже больше... Что-то мне жалко стало домовенка, если честно. Вот серьезно. Ну, точнее, больше, наверное, жалко его жену и ребенка. Ну, я понимаю причины классовой ненависти. Потому что если ты живешь реально в таких условиях, будешь в часть своей жизни, то, ну, да, тут, наверное, тут и коммунистом, и кем угодно станешь от такой хуйни. Семи лет никак не может достроиться. И вот после кризиса у нас вот таких вот домов в Хабаровске достаточно много. Вот. Ну, пойдемте дальше. Хочу вам показать еще кое-что. А вот еще две новостройки рядом со мной. По вечерам здесь горят робкие огонечки. В одном домике пару окошек, в другом домике пару окошек. Собственно, потому что это качественное, новое, а не совковое, плохое жилье не покупают. Поэтому новые дома никак не могут достроить. Собственно, для того, чтобы их купили и бизнесмены, вложившие свои капиталы в строительство, вернули свои деньги обратно, Путин и замутил 2% ипотеку на Дальнем Востоке. Да, да, 2% ипотека, слава которой прогремела недавно по всей России, распространяется только на первичное жилье. Вторичное жилье в программе не участвует. По сути, государство возмещает... Не, ну ипотека по 2% это хороший вариант. Это даже ниже, чем ипотечная ставка в тех же США где-нибудь. ...банку недополученные 8-10% прибыли годовых, для того, чтобы свою прибыль получил застройщик, который разорился в результате кризиса. То есть главное в этом мероприятии спасение бизнеса, а не людей. Потому что если бы... Не, ну окей, да, можно сказать, что главное в этом предприятии спасение бизнеса, но в итоге-то люди получают как бы ипотеку всего под 2%. По-моему, это как бы неплохо, учитывая вообще какая в России ставка ипотечного кредитования. Она намного выше обычно. Там минимум 14%, по-моему, процентов или 12%. Я не помню точно сколько. Главная цель и главная задача была бы... А здесь всего 2%. По-моему, охуенно. Если бы расселить как можно быстрее людей в достойное жилье, то в программе бы участвовало и вторичное, и первичное жилье. Но так участвует только первичное. То есть цель продать вот эти дома, которые... Ну да, новые дома. По-моему, все нормально. Вы, Владимир Владимирович, должны благодарить вообще за эту инициативу. Просто так сами не продаются. По тем расценкам, по тем уровням кредита. Да, потому что это Хабаровск, наверное. Потому что... Ну, а, ну, собственно, да, для Дальнего Востока это только сделали. Которые есть сейчас. И сразу один вопрос. А почему люди так плохо покупают новое, современное, вот это вот качественное жилье? А чего они берут-то все вот эту вот совковую вторичку? Ну, потому что государство не напечатало им достаточное количество денег. Это очевидно. Некачественную, которую все ругает Варламов. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно вернуться домой. Мне нужно интернет и немножко Яндекса. Итак, однушка в доме напротив стоит, внимание, 3,9 миллиона. Почти 4 миллиона. Двушка обойдется в 4,800. Причем абсолютно без ремонта. Ни пола, ни стен, ни даже сантехники. То есть рассчитано, видимо, на очень креативных и богатых. Таких, как Варламов, которые въедут и будут делать дизайнерский ремонт. Ну, это можно смело... Пишут, в Воркуте хаты дармут дают. Ну, там, наверное, жить никто не хочет. ...еще миллиончик стоимость закладывать. Плюс пока будут делать ремонт, 2-3 месяца будешь еще платить аренду за свою квартиру. Итак, а что тут у нас? А здесь у нас трехкомнатная кирпичная хрущевка за 3,900 с полной отделкой. Так что, извините, когда я буду покупать жилье, да, а кто не знал, вот вся вот эта роскошь, которую я только что показал, это еще и не мое. Это... Охуительная роскошь. Съемное жилье, и я за него плачу аренду. Так вот, как бы ни было... Пиздец. Просто пиздец. Обидно Илье Варламову, но я, к примеру, буду брать вторичку. Да-да, вот ту самую советскую, якобы некачественную вторичку, которую делали советские неквалифицированные криворукие рабочие. И буду я это делать не из чувства какого-то патриотизма, а просто потому что это выгоднее. Рыночек порешал. Бесплатное советское жилье строилось с советскими гражданами и многократно оплачивалось низким уровнем жизни и низким качеством этого самого бесплатного жилья. Ну, фейк, но по сути Варламов-то прав, потому что жилье действительно было низкокачественное, и оно действительно оплачивалось низким уровнем жизни советских людей. Эх, бедный домовенок. Серьезно, подарите ему носок кто-нибудь в донате. Реально у человека всё хуёво. Но, с другой стороны, он может быть уверен в том, что эта женщина, она его действительно любит, которая с ним живёт. Потому что, ну, если бы она его не любила, она бы не стала жить в таких условиях просто. Категорически. Я помню, мы с Хандушей целый год в юрте жили. Но, с другой стороны, это была комфортабельная юрта. Пишут, многие мечтают жить так, как живёт Добби. Ну, то есть, ты хочешь сказать, что есть ещё хуже намного всё, да? Пишут, где же они шпилятся, там же ребёнок и однушка. Ну, он же показал тебе матрас, который у них на кухне. То есть, ребёнок, видимо, спит в комнате, а они на кухне стелят этот матрас. Или наоборот. Блин, бедные люди, реально. Так, пишут, я же как будто в России никогда не жил. Нет, ну, я жил, но я жил как бы в двушке, там, в трёшке. То есть, ну, типа, однушка с совмещённым санузлом, это, ну, типа, пиздец. Особенно учитывая, что там комнаты настолько маленькие. Ну, то есть, даже не комнаты, а комната, она настолько маленькая. То есть, я жил в двушке, где были две большие комнаты, реально большие. Большая кухня, реально большая. Раздельный санузел, и при этом ещё был огромный балкон. А здесь мы видим просто однушку, блядь, с маленькой кухней, которую он назвал большой почему-то. Ну, видимо, она больше, чем та кухня, которая у него была в другом доме, где он жил до этого. Маленькая комнатка, совмещенный санузел и маленький балкончик. Ну, это реально очень как-то, ну, фигово, скажем так. Я просто не знаю, как ещё это охарактеризовать. Чем плохо совмещенный санузел, если живёшь один? Ну, да, но он не живёт один. И я тоже не жив один, как бы, понимаешь, в чём дело. Если у тебя жена, там, и дети, ну, типа, это не очень удобно. Ну, то есть, если больше одного человека живёт в квартире.